Всем привет! Сегодня для Максима Ларионова играем песни в Summertime. Те зрители, которые присылают мне пожертвования, могут выбирать темы для моих видео. И Макс мне так прилично вкинул, поэтому у него получился абонемент на разбор нескольких мелодий, и поэтому сегодняшнее и в несколько следующих видео будем играть мелодии для Максима Ларионова. Так получилось, что Summertime я играю уже 22 года, с 2001 года я играю на губной гармошке, и у меня был компакт Harmonica Moots, ну как гармошное настроение можно перевести, не знаю, кто исполнитель, не было написано, какой-то исполнитель на хроматической губной гармошке записал разные стандарты, и вот там был Summertime, и я пытался вместе с ним играть на губной гармошке, подбирать. У меня уже тогда была соль гармошка, и у меня получилось подобрать на соль гармошке в ля-миноре, то есть в третьей позиции, а эту тему я ее выучил, и уже потом пытался как-то импровизировать, играть ее нам по-разному, и так получилось, что вот все годы, сколько я играю на губной гармошке, я играю Summertime, где бы меня не попросили там выступить, там на концерте или на джеме я играл Summertime, или просто меня кто-то просит сыграть что-нибудь на губной гармошке. Я играл Summertime, потому что ее, во-первых, все знают, а во-вторых, я ее выучил, и она у меня неплохо получается. Но каждый раз вот с годами я ее как-то по-своему всегда импровизировал на том уровне, как я владел губной гармошкой в разные годы, естественно, у меня получалось играть ее по-разному. И вообще третья позиция классная тем, что куда бы вы ни дунули, то есть начинает 4 вдох, 4 вдох и выше, можно играть в любые дырки, кроме 7 вдох, то есть ее исключаем, то есть вообще нельзя в нее дуть, а во все остальные по порядку, если дуть, то получается Дорийский лад, и он так красиво на слух ложится, и он получается в нужной тональности, и очень несложно импровизировать. Попробуйте сами поимпровизировать, вот если вы будете играть по моим табам, потом закройте табы и попробуйте сами что-то придумать, какие-то интересные ходы, ритмические, мелодические, чтобы это было интересно, и вам интересно, и вообще это очень полезно импровизировать на слух, на тему. И когда меня вот учили импровизировать, ну объясняли принципы импровизации, мне вот объяснили так, что ты сначала покажи зрителю, что ты знаешь тему, сыграй мелодию вот правильно, чтобы ее узнали, а потом уже можешь там наворачивать, играть там, что хочешь уже. Это звучит как импровизация, и это всегда интересно слушать, просто потому, что вы всегда это будете делать по-разному. Барио сегодня у нас вот такой вот в традиционной одежде, вот вы мне сейчас можете возразить, скажите, что ты нам тут втираешь про импровизацию, когда у тебя табы выписаны, и ты в них смотришь. Я выписал табы просто, чтобы не теряться, и вот уже как-то тезисно я себе тут записал, чтобы не переписывать 20 раз это видео, поэтому я вот лучше по бумажке сыграю. Хотя опять же, если я сейчас второй раз сяду играть, я сыграю немножко иначе, но как она наиграна, но все равно немножко каждый раз по-разному получается. Именно поэтому так интересно ее играть, потому что вы всегда-всегда что-то можете придумать новое, и это будет интересно звучать. Summertime, гармошка соль, ля минор, третья позиция. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Можно сыграть аккорд и он будет тоническим, то есть он будет в тональности и будет красиво звучать. Поэтому здесь редко, когда получается сыграть нужный аккорд на губной гармошке, но вот как раз тут можно это использовать. И смотрите, еще интересная артикуляционная фишка, если играть просто, например, шесть вдох, такую прямую, да, если чуть-чуть поджать челюсть, поднять язык и сказать U, получается такой звук сурдинки, он здесь очень классно звучит. И когда играешь Summertime, я вот использую этот эффект, он приближает такой ретро звук получается, и на третьей дырке тоже такая штука получается с кваком. Вот, и в контексте мелодии это красиво звучит, с учетом того, что тут бенда, и если его утрировать, наоборот, и выделить, то он интересно звучит. Вот, такая вот мелодия, ну, я с вами прощаюсь, до скорого, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и регистрируйтесь на сайте видеогармошки.ру, я там выкладываю табы и минусы для своих видео, до скорого, пока еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok